Вторая серия сегодня. То есть это будет бесконечный сериал. Это очень прекрасное мероприятие. Огромный низкий поклон Федеральному университету за вот этот тематический проект. На площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошел научно-популярный фестиваль «Геофест», где студенты разных направлений Казанского федерального университета представили зрителям и гостям мероприятия свои научные трудоисследования в области географии и геологии. Благодаря интерактивным площадкам гости проекта смогли своими руками прикоснуться к науке и на практике разобрать сложные физические явления. Нам отрадно знать, отрадно участвовать в таком мероприятии, в том числе потому, что это площадка для того, чтобы не только пообщаться с потенциальными абитуриентами, но и пообщаться с жителями, которым не безразлично, а географическая наука, которые хотят познать ее. Фестиваль состоял из двух основных частей – лекции и интерактивы, которые позволяли гостям немного иначе взглянуть на, казалось бы, сложные физические и биологические процессы. К примеру, на стенде, представленном Институтом геологии, была отличная возможность поближе рассмотреть обитателей флоры и фауны местных водоемов, а также изучить экосистему рек и озер. Им также давалась возможность в микроскоп понаблюдать за озерными дафниями, на конкретном примере увидеть рост и развитие водорослей, а также потрогать моллюсков и черепашек. Я представляю наш стенд, говорящий о загадочном мире озер. Здесь представлены обитатели озер и проекты, которые мы осуществляли на озерах, и научные работы, которыми занимались наши студенты. То есть люди могут потрогать черепашек, моллюсков, посмотреть в микроскоп дафни, который обитает в озере, и посмотреть, какие растения живут. Кроме того, посетителям фестиваля удалось погрузиться в науку о космосе и узнать о движении и вращении нашей планеты и всей Солнечной системы. Гелеоцентрическая теория системы мира утверждает, что все небесные тела и объекты вращаются вокруг Солнца. Несмотря на неизмеримый размер космических объектов, на примере 3D-моделей даже самые маленькие посетители смогли потрогать нашу необъятную планету руками и разобраться в сложной терминологии. Мы показываем наглядно, когда и в каком месте бывает зима, лето, весна или осень. То есть мы на Земле, благодаря Солнечной системе, показываем, когда и где может быть теплее или холоднее. Еще одним из самых интересных интерактивов по праву можно считать мастер-класс по созданию карт. С помощью специальной программы гостям фестиваля предоставляется уникальная возможность разобраться в тонкостях картографии и ориентировании на местности, а также составить свою собственную карту, добавив в нее информационные сводки, медиафайлы или создать интерактивную карту, где помимо местности будет храниться информация об исторических объектах и многом другом. Также мы показываем один из мастер-классов. Это программа «Аргиз». Она одна из самых таких базовых и удобных по функционалу. Поэтому у нас уже есть некоторые базовые слои в этой программе. И просто тем, кому интересно это, они подходят и сами могут создать своими руками эту карту. Помимо познавательных интерактивов, гости смогли присутствовать на лекциях, где им подробно рассказали об основных темах мероприятия. Это экологические вопросы нашей страны и планеты в целом, особенности защиты озер и других водоемов, а также географии из космоса. Все это приблизило посетителей на еще один шаг к науке и подарило незабываемые впечатления даже самым юным гостям фестиваля. На самом деле здесь много интересного. Нам понравилось. Что мы теперь посмотрели? Посмотрели самые красивые места России. Вот там Шихан очень красивый в Челябинской области. Улиток посмотрели, потрогали даже. Черепашек тоже. Черепашка, да. Напомним, что первая серия научно-популярного проекта «Геофест» состоялась в 2022 году. Гостям рассказали, что наука – это несложно. Нужно лишь найти к ней правильный подход. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.